Я не пытаюсь улучшить ваш ум, в пучине идеологии зла я пытаюсь разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие того, что честь и свобода важнее той жизни, которая вас понуждает с детства. Как только голоса от государства начинают взывать к вашему патриотизму, это означает, что они готовятся убивать вас быстро и эффективно. Если вы сломаете механизм часов, стрелки все равно будут показывать два раза в сутки правильное время, и у ваших оппонентов всегда будет повод кричать, что в лжете и часы прекрасно идут. Мы живем в эпоху сломанного времени и кривых зеркал, а ложь правит миром. Дайте волю душе. Слушайте, думайте, пишите. Друзья, рад вас снова, как всегда, в четверг приветствовать на своем канале. Я вам обещал, что сегодня, помимо того, что мы, как всегда, поговорим на разные темы, узнаем события с мест из ваших же уст, но еще и к тому же я в конце вам прочту стихотворение свое, недавно написанное. Я не буду сегодня ходить по общей, сбитым, изжеванным и зализанным всем интернетом темам, кто куда упал, кто на кого наступил, что происходит там, что происходит в Херсонщине, что происходит еще где-то. Причина простая. Все, что происходит, оно было предусмотрено, запланировано и хорошо организовано. Киев и Москва пока что справляются со своей задачей, гоняя испуганных хомяков с одной стороны на другую, освобождая и вновь захватывая, освобождая и в обратную сторону территории. И та, и другая сторона освободители, и та, и другая сторона страшно воюют. Якобы на самом деле идет планомерное уничтожение коренного населения и зачистка территории, о чем я вам давно говорил, для организации нового Иерусалима. Дома должны остаться в большей части целые, столько, сколько им надо. Естественно, они уже просчитали, сколько жилого фонда и где им надо сохранить. Остальное все будет превращено в печальные руины. Но, как вы понимаете, людям что-то сегодня хомякам говорить бесполезно, они все равно ничего не понимают и будут по-прежнему метаться от одних ворот до других ворот, не находя выхода из этого круга заколдованного. И не имея, я подчеркиваю, что у тьмы сейчас, у слух тьмы, нет никаких особых сил, нет никаких ресурсов. Но им достаточно, как оказалось, просто лжи, морока, красивых лозунгов в газетах, красивых выступлений некоторых организаторов, освободителей, провокаторов и так далее, и так далее. То есть, весь интернет сейчас забит армиями таких попугапонов, которые кричат, вопят, пускают люди, брыжут с ней. Основная задача, чтобы хомяк 24 часа в сутки находился в диком и слепом ужасе. Вот очень важный комментарий прислал мне Гриша Литвиненко. Здравствуй, брат Марат. Давно подписан на твой блог. Иногда пересматриваю твои прошлые ролики. Море удовольствия и дополнительное понимание происходящего. Ты о истории, а я практик. В 14 лет пошел в столярку учеником. За 30 минут прошел прописку и перешел на блатные работы. Никогда не ходить и не брать зарплату. Прошел уже 35 лет, но я не жалею. Стал столяром-станочником, красноделевщиком высшей категории. Хотя до сих пор учусь, так и должно быть. Безмерно благодарен тому человеку, который наставил меня на этот трудный, но интересный путь. По поводу трьер, галер, весел, все правильно, ты сказал. Я мастер спорта по гребле на каное. Бронза у СССР приходилось изготавливать суда не более 18 метров. Это на станках. Каждый сезон ревизия. Весло канониста не более 1000 грамм. При станочном оборудовании и моем опыте лопатка весла 54 на 24 сантиметра изготавливается в 70 срок. Вместе с древкой держаком. Это технологический процесс, иначе не дам гарантию. Однако, самое сложное весло 850 грамм. Почему сейчас все делается из мертвого карбона, а рекорды остались за нами и с нами, с живым деревом? В нем есть душа и руками заряжена на чудеса. Умный не спросит, а дурак-хомяк не догадается. Поэз, спасибо создателю, что ты есть. Мой дом обозначил мой прайд. От Керчи до Измаила. Добру, быт, привет из Одессы. Друзья, тут все понятно. Он просто оставил комментарий под роликом, где написал, доказал, что никакого деревянного флота в виде всяких терьер, галеры и прочего никогда не существовало. На самом деле, что это невозможность. Это все липая придумка историков, которые пытаются, давно пытаются воплотить в дела. Но на самом деле, без тончайшей станочной обработки, использованной высококачественной древесины, вы даже маленькое судно длиной 18 метров не построите. Многие мне все время пишут, не понимая, о чем пишут, и ничего, не желая абсолютно думать, например, а как же огромные парусники, которые плавают сейчас? Я им уже сто раз отвечаю. Они все равно упорно задают вопрос, как эти парусники? Да у этих парусников цельнометаллический корпус у машины есть. Всякие эти учебные парусники, они все сделаны из цельнометаллического корпуса. Невозможно сделать парусник с деревянным корпусом. Это совершенно исключается. Можно сделать только музейный экспонат для дурачков, поставить его и всем показывать, и на этом собирать деньги. Но не об этом шла речь. Просто я говорю о том, что вот важное письмо от человека, который нашел свое призвание. Нашел свое призвание делать все своими руками, не занимаясь всякой дурью. Он с чистой душой занят своим делом. Я просто вам сейчас тут приведу простой пример, что все это уже было, все это пройдено. Все это многократно, человечество в сто раз наступает на одни и те же грабли, упорно получая этими граблями по лбу. Об этом я говорю все время. Сейчас я вам зачитаю такую вещь. Называется она «Частичная мобилизация». Писатель и дворянин Викентий Вересаев в книге «На японской войне» описывает мобилизацию простолюдинов в 1904 году на русско-японскую войну. Описанные события происходят в Тульской губернии, где в то время проживал Вересаев. В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили и ее все ждали. Уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали прямо с поля, от сахи. В городе полиция глухой ночью звонила в квартиры, вручала призываемые билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу, лакея, кучера и повара. На войне же без повара никак. Сам он в это время был в отлучке. Полиция взломала его стол, достала паспорта призванных и все увела, в том числе и украла все деньги, которые там лежали. Было что-то равнодушно свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали с дела на полном его ходу. Не давали времени не устроить его, не ликвидировать. То есть, если у человека был какое-то свое дело, свой какой-то источник дохода, например, не знаю, да кем угодно был, корректных дел мастера. Ему приходили и прямо его уводили прямо из цеха, из кабинета его и вели прямо на войну. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенное благополучие. На утро мне пришлось быть в воинском присутствии. Нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва. Меня из запаса. Потому что он был офицером запаса. На большом дворе присутствия у заборов стояли телеги с лошадьми. На телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг лица присутствия теснилась большая толпа мужиков. Воинское присутствие – это то, что сегодня называется военным комиссариатом, которого уже давно нет. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь, которых призвали. Он сердито кричал, «Сказано вам, в понедельник приходи! Ступай, расходись!» «Да как же это так в понедельник? Забрали нас, гнали, гнали! Скорее, чтобы сейчас же немедленно явиться!» Ну вот, в понедельник и являться. По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, бессмысленные быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят. Когда пришла повестка о призыве с женой, от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла. Ну, понимаете, почему? Во-первых, она понимает, что она пять детей никак не прокормит. Совершенно. А тем более, если останется вдовой. Потому что муж работает на заводе и получал хорошую зарплату. Находясь, наверное. А так, ну что? Значит, дети будут без всякого содержания. Муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный вдовец с тремя детьми плакал, кричал в присутствии. «А с ребятами мне что делать, малыми? Научите, покажите, ведь они тут без меня с голоду передохнут». Он был как сумасшедший, вопил тяс в воздухе кулаком. Потом вдруг замок, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился. «Ну, теперь берите». «Свои дела я справил». Его арестовали. Кстати, та мобилизация тоже называлась частичной, частной. Заметим, еще к тому же и частная. Частичная частная мобилизация. Всего в 1904 году было проведено 5 частичных мобилизаций. С апреля по сентябрь. Поздно каждой мобилизации. Оказывается, что солдат все мало, а японцы так и продолжают зверски бить россиян. В 1905 году частичные мобилизации продолжились. Всего их оказалось 9. Девятая частичная мобилизация началась 16 августа 1905 года. Но уже 23 августа был подписан русско-японский мирный договор. Друзья, если вы помните, у меня есть два ролика про Японию. На самом деле там никакой войны не было. Это был хорошо организованный спектакль. Тот же самый военный флот Японии создавался в Латинской Америке и создавался он на Николаевском заводе. Якобы для французов. А потом эти корабли отправлялись в Японию. Посмотрите фотографии этих самых японцев, в конце 19 века. Их одежду, как они выглядят. Вы думаете, что там были... Я подробно рассказал, что там не было ни производственных мощностей, ни добывающей промышленности, ни столичейной промышленности, ни оружейной промышленности. Ничего не было. Ноль был. Полный. Это потом уже Троцкий отправил через Владивосток огромное количество танков и оборудование туда, в Японию, готовя события 1936 года в Японии. Ну ладно, продолжаем читать письмо. Явка простолюдинов из крестьян и пролетариев составила 97%. А вот у высших горожан гораздо меньше. На прозыв всех офицерских чинов запаса не явилось 45%. То есть каждый второй. Я ответил. Просто везли убивать. Вся эта война была хорошо организованным спектаклем на сопках Манчжурии. Ибо никакой сильной Японии не было и быть не могло. Около трех миллионов клоунов резали, не взирая на потери мобилизованных из России. Которым мобилизованным, я имею в виду, из России, которых везли. Не давали всю дорогу нормально. Ни еды, ни воды. Оружие не давали, формы не давали. Резали прямо при высадке из вагонов. Такая, вам не очень кажется, что это такая же самая хорошо организованная войнушка. Очень интересное письмо получил от подписчика под ником Гагарин. Полякам десятилетиями внушалось, что за восстание против Российской империи царь ссылал их тысячами в Сибирь. Мой прадед тоже поляк, и я до недавнего времени тоже так считал. Пока в архивах Томского университета не обнаружил, что мой прадед был аристократом из Варшавы, и во второй половине 19 века решил со своей семьей и наемными рабочими отправиться в Сибирь. Это же одна страна была. Ему не надо было никаких разрешений, чтобы взять своих наемных работников, поехать в Сибирь и открыть там предприятие, где были доходы намного выше. Тем более, что где царь, пишет он, предлагал бесплатно большие угодья. Там землю отдавали бесплатно всем желающим. Сколько хочешь, только и бери в пользование. Только ты обязан был в это инвестировать потом деньги. Там, на берегах Иртыша, он создал крупное производство масла. Не было никакого монголо-татарского века, никакого турецкого рабства в Венгрии и Болгарии. В США было рабство белых, которых нещадно эксплуатировали на заводах и фабриках. А малолетних детей завозили из Европы, включая из России. Аж около 2 миллионов для работы на фермах и развития сельского хозяйства. Там завезли намного больше, чем 2 миллиона. Там только половину населения Ирландии вывезли. В основном детей, сирот. Взрослых поубивали, детей вывезли. То же самое все. В то же время, по заявлению честных американских негров, их предки работали рука об руку со своими белыми хозяевами, которые им платили зарплату. Вместе обедали и ужинали, ходили в церковь, проводили все праздники. Друзья, не десятилетиями, а реально с 1876 года проводилась массовая агитация поляков за Речь Посполитую, за Великую Польшу от моря до моря. Им рассказывали сказку о стране, которой никогда не было. У меня есть такой ролик здесь, о Речи Посполитой, которой никогда не было. Был такой прогрессор, Сенкевич Генрих, который, будучи ярым польским националистом, одновременно жадно взахлеб, как пес, вся кривь, питался от щедрот империи и был действительно членом имперской Санкт-Петербургской академии наук. Такой ярый русофоб, ненавидящий все российское, заметим, его принимает, и он действительно член имперской Санкт-Петербургской академии наук, статус дававший огромные привилегии. Этот самый Сенкевич, казалось бы, такой должен быть полностью запрещенный автор в Советском Союзе. С 1944 года самый издаваемый автор в Польше и очень популярный топовый автор в СССР. Ну, помните, «Огнем», «Мечом», «Крестоносцы» и так далее. Фильмы показывали польские, выходили по его романам. Ну, пошли с полными залами по всему Советскому Союзу. То есть, по вполне понятной причине, как империи, так и большевики просто обожали этого ярого русофоба. Просто вот имперская власть его лелеяла, и большевики его память лелеяли, коммунисты. Занимательно, правда? Именно он, Сатабаричи, фактически придумал польскую историю. Как, например, Виктор Гюго, я уже об этом говорил, и Алексей Толстой придумали историю Франции. Ну, и еще, конечно, там предложил руку очень сильный работник Равината, написавший серию «Проклятых королей», и, конечно, Александра, который у нас Сергеевич Пушкин, который стал Александром Дюма, и потом создал историю в Великой Франции. в своих романах образы королей, прекрасных королев, интриги, парижского двора и так далее, и так далее. Ну, такую же роль выполнял в Англии Вальтер Скотт. Так вот, этот самый Синтевич придумал польскую историю. На самом деле, ее не было. Они, вот ее, именно, когда, вот, был запрос сделан несколько раз, кстати, за всю историю Франции, где 20-го века, несколько раз раскрывались эти факты, обращались люди в Академию наук. Там, вот, мы получали тоже такой ответ четкий, что, к сожалению, все документы о французской революции утрачены. Потому что бурбоны после реставрации, они уничтожили все эти документы. К сожалению, все документы правления императора Наполеона I реальные. Ни одного нет во Французской Академии наук. Ничего, ноль. Тоже у нас полностью утрачены по причине того, что эти же самые бурбоны, его память всячески старались стереть. И до 1848 или 1849 года нет ни одного упоминания вообще о Наполеоне Буонапарте I, императоре таком. Сведения появляются только во второй половине XIX века. Нет ничего об этой его великой фармии, все сочиняется во второй половине XIX века. Появляются маршалы, появляются походы, появляются смешные описания событий, появляются глупости о походе Наполеона в Египет и так далее, и так далее. Бред от начала и до конца. Вот то же самое происходило и с историей Речи Посполитой, которой в реальности никогда не было. Целенаправленное уничтожение чести, совести, традиций, семьи и постоянную ложь о прошлом, которого на самом деле никогда не было, привело к полной деградации. Причем с каждым новым поколением от реальной сути и смысла бытия не остается даже самых малых крох. Вот пришло письмо, интересно, от подписчиков под именем Нане. Здравия вам, Марат! Благодарю вас за многое. Вы очищаете сознание людей, готовых трудиться над собой. Ваши искренние мысли поражают подобные у многих ваших слушателей. Вероятно, душой наделенный человек еще не затронутый религией попадает в ее сети в поисках подобного очищения и возвышения, а ему незаметно подсовывают противоположные идеи чуждой его души, души для его души. Но на самом деле, люди действительно очень хорошие люди часто уходят в полную религиозность и начинают истово верить по причине того, что некоторые события произошли с ними, тяжелые очень, например, драматические события. Опасность была, угроза. И когда просто их душа протестует против окружающих, потому что мы живем в цивилизации лжи, они начинают искать истину. Но вместо истины находят лживую правду религии. Лживая правда религии уводит их в полный дебрист. Им становится в конечном итоге еще хуже. Ладно, читаю дальше письмо. Для меня лично вы являетесь маятником в погружающуюся объемлющую тьму в мире. Не пропускаю ваши ролики, часто прослушиваю старые, переслушиваю старые. Каждый раз осознавая их глубже. К сожалению, словами не получается выразить степень моей благодарности и душевного тепла к вам. Хотелось бы также выразить некоторые мысли выискать про Кавказ. Будучи армянкой происхождение по происхождению, я с большим интересом слушаю ваши ролики, посвященные Кавказу, и письма ваших подписчиков касательно данного региона. По поводу слова «ас» очень интересно получается, если обратиться к армянскому языку. А именно слово «ас-тав-твац» на армянском языке переводится как «данный богом». Но это не все. Если принять во внимание труды Драгунского, то букву «т» и «д» можно идентифицировать, то получается, что как «ас-давать», «давай», то есть «асом данный». И подобных сходств очень много. Подобные совпадения можно увидеть во многих языках, особенно в английском. Марат, вы и ваши подписчики много раз отмечали, что кавказцы потеряли свой моральный дух. И я с Горичу должна согласиться с вами. У меня есть ролик, что происходит на Кавказе, кто сейчас проживает на Кавказе, что остались одни орлы. Так вот она пишет. Идет полная деградация общества разных слоев и возрастов. Материальное благо возобладали над духовными и затмили сознания людей. Клиповое мышление превратило потенциально здоровых и красивых молодых людей в тупое однообразное стадо. У них все одинаковые шаблонные манеры поведения, навязанная им мода, хотя каждый из них уверен, что она одет оригинально, а макияж кавказских девушек. Деньги, мам, это верх пошлости и потеря всякого чувства, меры. Из большинства это только дает им ложное ощущение правоты своих действий, хотя у многих возможность душа еще зазывает в пробуждении и воссоединению. Все грустно вокруг, и я проживаю в стране У, где пугает свои же, только я выбрала светлую сторону, откуда отгоняю страх, ложь, зависть и покорность. Есть смирение в душе, способствующая гармония в ней. Всем нам душевных сил. Это письмо очередной факт, подчеркивающий бесспорность того, что истинное состояние покорного опустившего до скотства рабства в состояние населения. Они просто тупо верят, что кто-то о них позаботится, что о них позаботятся умные правители, что все будет хорошо, что надо только потерпеть. Что надо потерпеть, это и есть самый страшный грех. Нет никакого греха страшнее, чем терпение. Терпение и следующее за ним покорность грехи, которые жизнь никогда не простит. Человек теряет терпеливый и покорный, человек теряет душу начисто, превращается в тупое животное, в хомяка неразумного, а потом просто в плесень. За терпение есть только одна награда встреча с палачом. Не рай, а именно встреча с палачом. Вот что сегодня творится в Европе. Ольга Владе пишет. Здравия, Марат. Хочется пару слов написать о ситуации в Европе, в Италии в частности, как памятка тем, кто бежит сюда из России или Украины в надежде найти лучшую жизнь или хотя бы сохранить жизнь. Ситуация здесь настолько плачевная, что скоро местные будут в домах топить мебелью и всем, что горит. Наступает холода. Счета только за свет в небольших домах по 700 евро в месяц. За газ я вообще молчу. Обещаю, что средняя семья будет платить от 2000 евро в месяц за коммунальные услуги. Это при средней зарплате 1500 евро. Все подорожало, закрывает все поголовно. Давно идет массовое закрытие остатков предприятий. Экономики уже практически в Европе никакой не осталось. Муж работает на фабрике по производству сантехники. Почти все его конкуренты уже закрыли временно в кавычках предприятия. Впереди зима, холод и голод. Так что Европе конец, если что-то не изменится. Но я-то понимаю, что ничего не изменится в ближайшем будущем в лучшую сторону. Всем терпения и сил. Друзья, вы, как всегда, внизу под роликом можете найти именно тех помощников, которые нашли время, желание и возможность, имели такую возможность реально, оказать посильную помощь моему творчеству. Благодарю их всех от себя и от вашего имени. Здравия и сил всем им душевных и благосостояния, конечно. Там же вы найдете ссылки, по которым можете легко присоединиться к их небольшой группе. благосостояние. благосостояние не имеет ничего общего с материальным состоянием. Благосостояние на самом деле означает гармоничное состояние души человека. Благо души состоящее. метод работ работа нечисти всегда просты и отвратительны. Вот наглядный пример от подписчи Натальи Литвяковой, которая показывает именно насколько метод отвратительны, который в коротком письме четко показал всю межскую сущность этого так называемого государства, насколько которых доживает отпущенный срок покорной хомяки. И те, кто сегодня готов стать частью света и силу нового времени тоже, но они, дав волю душе своей, они не претерпят никаких изменений, потому что, как я сказал, душа, она выше всего остального, это частица создателя. Читаю письмо. Доброго времени суток. Все мои бабушки и дедушки оказались далеко от местных проживания по воле властей. Одних созлали во время коллективизации, других во время Великой Отечественной войны в 1941-м. Всех созлали в Сибирь. Сибирь большая, есть куда ссылать. Про те, кто раскулачены, почти не знаю ничего, не рассказывали, кроме того, что они из Латвии. А про немцев повозки тоже ничего не знаю, потому как умерли от ужасных условий барачного проживания и вытекающих отсюда болезней и тяжелой работы. Я бы добавил каторжные неоплачиваемые работы, или оплачиваемые очень плохо работы, потому что, например, в 50-м году зарплаты, которую плачили, вы на нее ничего купить не могли, на самом деле, реально. Все жили на талон, на продуктовой карточке. То есть, платили зарплату, которая никому не нужна была, потому что купить на зарплату было нечего. Родители своих мамы не помнят тяга тоже. То есть, ее мама потеряла родителей, их не может помнить, потому что они, как выше сказано, все погибли. А вот государство было благодарно за то, что оно ее вырастило, выкормило, выучило и так далее. Как это все мерзко. Друзья, что тут можно сказать? Вся суть этого государства, рабочих и крестьян, я с ней соглашаюсь, это мерзкая сущность, состояла в том, что сначала убивали родных и близких, уничтожая целые деревни, поселки, вырезая население огромных городов, огромные сильные рода, а потом выращивали в заботе детских школ, интернатов, полностью контролируемых сначала ЧК, потом ГПУ, рабов, бесконечно благодарных рабов, благодарных этим убийцам под общим названием партии и правительства и ее великие вожди. Они сегодня продолжают работать по этому принципу. Война, эвакуация и изъятие детей. Вы понимаете саму сущность, что люди, многие люди сегодня до сих пор бегают с портретами Сталина и так далее, Ленина, хотя это, один Ленин вообще не существовал, а Сталин-то понятно кто, я уже давно рассказал про Феликса Юсупова, князя. Но дело не в этом, дело в том, что они убили их родителей и они, вот это самое страшное, что огромная масса населения любит, я подчеркиваю, обожает и чуть ли не молится на убийц своих родителей. Я, я вот просто иногда не понимаю этого, и ведь все лежит на поверхности. Вот интересная информация от Александра, информация из первых зрук, он пишет о своем разговоре с одним его давним давним знакомым, который, он даже не знал, что это его знакомый на самом деле правоверный иудей. И вот, что говорит ему этот знакомый, я теперь, Саша, тебя домой пригласить не могу. Вот он так ему и заявил, заявил ему один очень, как он считал, продвинутый и нерелигиозный человек совсем, как оказалось, что это на самом деле религиозный иудей из Нью-Йорка, так как после этого надо приглашать раввина и проводить процедуру очищения дома от следов пребывания в нем гоя. Я еще раз подавляю, процедуру очищения дома от следов пребывания в нем гоя. потом надо еще давать объяснение раввину по какой причине ты попал в мой дом. Зачем я тебя пригласил к себе? Друзья, я решил проверить кое-что и позвонил одному давно знаменитому подбором персонала для богатых домов деятель, с которым знаком совершенно по поводу никак не связан ни с каким бизнесом. я с ним общался на тему истории итальянского литературного языка, потому что его отец был очень такой известный в свое время филолог, исследовал литературный древнеитальянский как он считал язык. И вот я все время так сказать ставил в тупик его рассказами о том, что же такое. Вернее он все пытался, все время он пытался доказать, что я не прав, что его папа прав, а я не прав доказать мне, что итальянский язык не наводил, все искал переисточники, учебные базы языка искал, пытался найти учебники итальянского языка литературного в 19 веке. Найти ему, как вы понимаете, ничего не удалось, потому что я уже заранее знал, что там ничего не будет. Но я его спросил, как дела, просто спросил, как дела по работе, что происходит в Италии. Ну, они говорить итальянцы очень любят. Он сказал, что основные клиенты у него были новые русские, которые сейчас практически исчезли, дома их пустые. Персонал распущен, который их обслуживал. Но они дома, при этом уже ограблены подчастую румынами, и было бы совсем плохо, но появилось очень много новых клиентов из Израиля, в том числе, которые скупают эти дома за совершенно смешные деньги. И вот эти клиенты из Израиля постоянно ищут поваров, уборщиц, горничных, шоферов, садовников. И к тому же очень резко повысился спрос именно на правильно подобранный для иудеев персонал. Которые коренные тоже иудеи, которые в Италии жили уже, то есть всегда родились в Италии, выросли в Италии, жили в Италии, они тоже стали предъявлять совершенно новые требования к подбору персонала. К нему лично пришли синагоги, он мне так и сказал, пришли в синагоги и сказали, что если он хочет работать и продолжать свой бизнес, то проблем нет, только он должен платить десятину в синагогу и ни в коем случае больше никогда не платить никаких налогов итальянскому государству. Так как его мать иудейка, что официально подтверждено, ему выдали сертификат на еврейте. Он мне сказал, я никогда не подозревал, что моя мать оказывается родилась от еврейки и она оказалась еврейка. Я даже не уверен, что моя мать, говорит, он знал, что она еврейка. И вот, что теперь весь контингент персонала, сказал он, должен быть одобрен в синагоге, как домашние, подчеркиваю, животные говорящие, он так искал. Это уже не люди, это домашние животные говорящие. Только после этого они могут работать на чистых евреев по найему. Друзья, что им сейчас говорят, вполне понятно. Читайте Пятикнижья Моисея. на самом деле, все эти иудеи правильные тоже только жертвы сегодня, отложенные на закуску, на десертик. Если что, на 95% тех, кто считает себя гражданами Израиля, на это все не распространяется совсем. они для них тоже нечистые гории, но и чистые иудеи тоже просто сегодня сакральные жертвы, будущие сакральные жертвы. В мире, где они считают будет царить цифровое рабство, не может быть на самом деле никаким образом не может быть никаких высших какств, никаких олигархов, никаких богатеев, никаких частных яхт и так далее. нечистые, которые твари бездушные, которые реально управляют энергетические сущности, которые подселяются в тела, им эти совершенно уже завтра эти все олигархи, им совершенно эти президенты, эти правители им будут не нужны. Зачем они нужны, когда не будет банков, правительств, денег, законов никаких, торговли, не будет, прибыли, ничего этого не будет. Есть только две категории рабов, две категории рабов, надсмотрщики над рабами и все остальные, но надсмотрщики это просто голая сила и полная покорность хозяину тоже, собачья преданность хозяину, а казарма и пайка того же корма с добавками энергетиков, согласитесь, для насмотрщика, который будет, да, у него будет отдельная комната своя, отдельная пайка, отдельные блага, в виде, например, бутылочки там пива или, не знаю, стаканчика алкоголя крепкого в священную субботу, но это уже, я же повторяю, не поместье, не вилла, не дворец, не замок, это просто комната надсмотрщика, которая находится там же в казарме, где живут все остальные рабы, и он тоже получает корм, просто корм, у него больше пайка корма, и получает больше каких-то удовольствий, засобачена преданность, система работает просто, один обман для всех, второй обман для продвинутых, третий многопланных для протестунов, которые бегают с плакатами и верят, что они могут что-то изменить, четвертый для крыс служебных, для управителей, а вот пятый для адептов сатаны уже, которые полностью приняли в себя волю сатаны, прошли обряды черного посвящения, но нет там ничего, кроме уровней морока, им говорят, вот вот вам все покорные гои и дома, которые вы не строили, сады цветущие, не у вас сделаны, но уровень разумности у иудея стой же высок, как и у паразитов в прямой кишке, то есть разницы в разумности нет между паразитом кишке и вот этим, который в это верит, ибо опять-таки все лежит на поверхности, банки умирают, жиры им всем вводят, наморники одевают, сверху посыпают их самолет над ними тоже летают и посыпальщики не сыплют то, что работает только против гоев, легкими дышат те тоже, через границы при этом в Европу везут легион рабов смерти, молодых и здоровых, у которых в голове четко сидит ярая ненависть к иудейскому племени, вот письмо из Болгарии, прямое доказательство, привет Марат, в нашей стране человек просил не указывать его имя по некоторым причинам, которые очень веские, в нашей стране, которая уверен не Болгария, а черт знает как зовут, странности творятся, Болгарии заполнили заполонили украинцев в кавычках, которые на самом деле почти все русские, причем весьма состоятельные русские, они заселили закрытые комплексы и воображают, что убежали неизвестно от чего, интерес, что другие мигранты марокканцы направляющиеся в Испанию проходят через территорию так называемой Болгарии еще и сирийцы и афганцы где Марокко, где Испания спрашивают Болгарии почему через Турцию и Болгарию потом поездом в Испанию Большой стоит воскресательный знак молодые мальчики ровесники в нашей стране ходят слухи, что это доноры органов для АЭС Некоторые русскоязычные аналитики утверждают, что это спящая армия для гражданской войны в Европе На нашей турецкой территории творятся странные вещи разные мафиозные кланы уже начали убивать друг друга включая полицию пограничников и армию Каково твое мнение? Что общего между Турцией и Болгарией? Это ложные государства установленные поверх старого государства Романия которые немцы разрушили и назвали Румелией столица Романии Константинополь или по нашему Царьград Почему-то сейчас он называется Стамбул У меня просто он не смотрел ролик о том что Турция не существующая никогда не существовала Там я рассказываю о том откуда взялось понятие например Стамбул Истамбул Правильно? Неправильно говорить Стамбул Правильно говорить Истамбул Почему один из главных городов мира находится на территории Турции Но Истамбул не столица Турции а какая Анкара Почему Румынии сегодня называют Валахию А Романия и Румыния на английском одно и то же Почему Турцию так называют Турцией Не знаю заметили ли вы Пештун Но в этом году Турция была переименована Я заметил что это важно очень Туркей Что означает Туркия Тракия Что по-русски переводится как Фракия То есть Турция была переименована во Фракию что явно свидетельств о претензиях на возрождение Романии страны Римлян Турция Турция построила через нашу территорию замечательные дороги Заметим Турция через территорию Болгарии построила дороги для танковой БТР Как когда-то это делал СССР в Афганистане Какая страна Сербия Почему у них герб с другглавым орлом А перед ним щит с гермом Константинополя Я тем пока еще не трогал Почему сегодня Сербия фактически является прямой военной базой Китая Ну пока сербов там разной дуростью дурят и издеваются над ними правители на самом деле там уже создана действительно создана мощная группировка китайской народной армии сербии конечно когда начнут события сербии в результате этого все полностью исчезнут потому что первым делом они выражат всех кто их окружает говоря об истории я обдумаю о вашем анализе казаков этих казаков в нашей стране называют хайдути и как они выглядят так же как и многие казаки в других землях вокруг Черного моря заметим что на Балканах нормальное название казаки если наносили название гайдук гайдуки проверьте словарь хайдук с русского переводится как преступник эти хайдути находятся прямо на землях фраки и романе раньше нас учили что они герои а теперь делают турецкими бандитами иди узнать что происходит действительно попробуйте узнать что же происходит на самом деле российская история сложная запутная пишет он лечь все это понять в нашей стране по дороге via Diagnolis из Константинополя в Белград есть немецкое княжество Болгария которое является проекцией Боварии даже герб у нас такой же баварский лев наша валюта лев курс 1.1 к немецкой марке но люди не хотят видеть очевидное друзья ну что можно сказать они не видят ничего они живут в постоянном мороке потому что разума нет душу продали или потеряли уже ее под этим морком понимаете уже состояние хомяк условно разумный закончилось началось состояние хомяк неразумный и постепенно уже во многих местах перешло полностью состояние плесени так вот это княжество Болгарии которое называется Болгария принадлежит семья Саксон Кобург несколько лет назад Саксон Кобург снова стал нашим королем привел нас в ЕС и раз и навсегда ограбил страну романия была ветвью нескольких империй и сыграла ключевую роль в первых двух мировых войнах и не только этих мировых войнах но и в прежних ну тут он понимаете он исходит из того что представляет себе просто я советую ему тоже посмотреть у меня всю историю 19 века и вообще историю 18-19 века там все разложено достаточно поля что что это Россия СССР и СССР освобождают нашей стране так они никогда не вошли в романскую часть а только в северную которая исторически есть Болгария почему СССР освобождает нас первой украинской армии а не русская от кого она нас освобождает и почему не до конца неужели Станин не знал что здесь происходит прекрасно знал можете мне поверить что происходит СССР у нас очень интересные вещи построят здесь АЭС Козлодуй логотип этой АЭС 3-6 недавно 6-й блок из двух вышек таинственным образом отказался работать энергия больше не нужна предприятия нет друзья а люди должны бороться с холодом и голодом не имея еды и не имея отопления то есть надо бороться сейчас население Европы потому что они должны бороться с голодом и холодом не имея еды и не имея отопления и не имея энергоносителей еще один А почему в СССР маркировали завод тремя шестерками или это не СССР а хазарские еврейские оккупанты еще один советский проект в нашей стране мощный казанлыкский оружейный завод арсенал последние дни в нем происходят необъяснимые аварии с многочисленными жертвами один это один из немногих заводов в мире с исключительными оружейниками из романии помации перед авариями была крупная чистка российской агентуры и дипломатические скандалы может быть у тебя есть ответ что на самом деле произошло и причем почему произошло что такое Россия СССР православие Германия все ответы есть у меня на канале говоря о православии Константинополе почему наш он пишет в кавычках православный папа патриарх Варфоломей базируется в Стамбуле и почему никакой позиции по войне прививкам не занимает не ходит по миру и даже в Антарктиде как остальные цинковные клоуны не был в нашей стране есть много связей с того что наш язык наши учения наши храмы были другими все наши трофеи старые храмы документы на собственность деньги они так и называем официальным османом турецком языке в нашей стране который дураки называют арабскими выкрутасами он предлагает карту языков Европы где этот язык называется тракика или тиркекика а также надгробие 1860 1870 года как бульдозеры выкапывают а потом уничтожают я буду историю начали рисовать после 1855 года естественно выкапывали как могли уничтожали как могли я вам показывал на том канале тоже есть храмы где плиты выложены старыми плитами на которых стерто много явно марат все на самом деле ложь а вы часто упоминаете болгарию болгар мне лично обидно что меня называют болгарином православным это не моя страна а какая-то немецкая хута говорящая на славянском языке которая является церковно-православным как и русский тоже надеюсь что некоторые из моих вопросов материалов здесь помогут вам лучше разобраться в загадках истории географии происхождения русских почему романовы они из романии констанополя или они грубые самозванцы тартары или у нас шизофрения говорят что мы произошли от протоболгар которые на самом деле тюркские ханы пришли через монголию одновременно являются индоевропейцами из Афганистана и Индии и Ирана чушь какая-то мало кто думает над этим ну зато все усиленно вздумают над такой чушью как тартария зачем-то кстати тартария на самом деле карты тартария относятся к совсем другому отражению не к этому часть сюда перебросила в свое время ну кстати вы никогда не найдете тартарских денег и так далее тартарии следов реальных следов кроме как какой-нибудь британской энциклопедии которая тоже фальсификация вы ничего не найдете но это карты я вам сказал все карты которые мы видим исторические в основном они все врут у меня есть ролик на эту тему я подробно вам рассказал потому что какие карты могут быть у нашего измерения когда в 19 веке конфигурация вовсе время менялась материки менялись одних заносило других уносило целыми пластами я я сказал что мы все сюда попали случайно в 15 веке часть попала другие намного позже попали это сейчас когда идет постепенно стабилизация уже никто сюда не попадает черные попали сюда на самом деле только в 1826 году первые 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 чернокожие появились только в 1826 году раньше их не было у меня очень есть огромная серия в которой я разбираю учебники географии Франции не надо сейчас мне что-то доказывать пойдите почитайте и подумайте учебник географии это такая вещь интересная сама по себе это не учебник истории это не учебник литературы это учебник географии если в учебнике географии написано что у нас в городе стоит вокзал и ходят экспресс поезда ходят в Московке в Одессу во Владивосток то как вы понимаете французский школьник в окно лицеист старшего класса посмотрев и увидев что там никакого вокзала нет он что скажет то есть явно он видит что там есть этот вокзал это бесспорно у него учебник на столе лежит там это написано там все подробные там вся техническая информация там все карты есть там есть расписание кораблей которые уходят в Индокитай с четким расписанием с графиком и так далее а ему говорят про какие-то там парусные флоты которые с нелепых пушчих друг друга стреляют то есть одно с другим никак не вяжется совершенно а вот почему фактически учебник географии является вещью бесспорной он постепенно меняется когда проходит 40 лет там у меня четко можно проследить динамику с 1859 года по 1938 год то есть за 90 лет вы увидите четкую динамику как постепенно менялось описание событий стран континентов политической ситуации и так далее когда уходит поколение которое это знало потом уже можно в учебнике биографии что-нибудь новенькое написать про то что было лет 40 назад постепенно мягко не напрягается а сейчас уже когда понимаете когда просто хомяк неразумный сейчас можно все что угодно написать но можно написать что казахи открыли Америку первооткрывателями были и так далее потому что неразумный хомяк он воспринимает он только информацию что дрессировщик что сказал то он и исполняет благодарим вас всех за внимание сейчас поедем немножко друзья это стихотворение новое зарегистрировано недавно в интернете на стихию тоже зарегистрировано недавно стихотворение называется скелеты и цветы цикл белая гвардия слушайте внимательно скелеты лошадей под дымкой белесой испуганных огнем безумия небес скелеты наших снов и наших клят скелеты горящие за холмом от артобстрела лес бегущих от войны смердят во врагах трупы еще никто не смог от смерти убежать их черепа в траве на солнце скалят зубы их судный день прошел и некому поднять циклушки пулемет нам не дает подняться хоть до колодца рядом совсем рукой подать родмистер перестал то в бога то в царя по матушке ругаться и комиссару с ними недобрым поминать полууслевший труп цыганки у дороги бы стыдно грудью вверх и ворон на груди в еродевой войне все помыслы убоги который день в висках гвоздями боль сидит прошу солнца я спарить нас всех до пыли который потом все ветер унесет чтоб никогда потом мы смерть не возродили когда на брата брат поднимется народ чтоб никогда от нас не возродилось племя покорное крестам сатрапам и вождям чтоб в улона женщины мы не роняли семя чтоб не плодить рабов покорных чужакам наверно до воды сегодня не добраться как не вернуть назад весеннюю москву скелет лошадей им тоже не подняться поднимутся цветы на заливном лугу осталось только честь нам с ней не расстаться трехгранностью штыков расчерчен небосвод так хочется сейчас мне кречетом подняться и улететь туда где мирный луг цветет из-за кустов травы мне в очи смотрит сука зовут ее друзья гражданская война плешивая она в корости вечной муки и только ядом лжи пропитана она у хаоса всегда нечетких очертаний а пропасти его поглотят навсегда и пиршество лугунов той злой суки созданий и ненависти боль все попадет туда благодарю вас всех за внимание до следующей встречи ролик скорых и по деньгам и по первый ролик готовится наверное я все таки сделал ролик по деньгам потом может быть небольшой ролик по работе Александра выйдет тоже потом выйдет уже начал я готовить трилогию готовлю ее наберитесь так сказать внимания слушайте смотрите не забывайте подписываться на второй канал незнакомая Франция кто не подписан следующий ролик скорее всего будет там после этого Продолжение следует...